Это произошло в Константинополе в X веке. Город был осажден варварами. Люди в надежде на помощь Божию собрались во Блохернском храме. Во время всеночного бдения, торжественно совершаемого патриархом, Юродивый Андрей увидел Пресвятую Богородицу, которая шла, озаренная небесным светом, в окружении ангелов и святых. Подойдя к престолу, она сняла с головы покрывало и распростерла его над народом. Когда святой рассказал о своем видении, люди воспрянули духом. Они поняли, что сама Царица Небесная защищает их и покрывает от всякого зла. Вскоре после этого варвары отступили от стен города. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы был установлен около 930 года. Совершается он 1 октября по старому стилю или 14 по новому. Удивительно, но в Греции этот праздник не прижился. А на Руси он сразу же стал одним из самых популярных праздников после того, как был перенесен на Русь в XII веке святым князем Андреем Боголюбским. Образ Пресвятой Богородицы, покрывающий народ честным своим амафором, сразу же полюбился русским людям. В богослужебных текстах праздника говорится «Твоей помощью увенчиваются правоверные цари. Всегда тебя восхваляя одерживают победы над язычниками. Вера во всесильную помощь Богородицы и Спасителя помогла князю Андрееву одержать победу над Волжской Булгарией. В летописи сказано, он взял с собой в поход чудотворную икону, которую позднее стали называть Владимирской. В благодарность за победу князь Андрей возвел, вероятно, первый на Руси храм в честь покрова Богородицы. Белокаменную церковь на Нерли, которую строили мастера, присланные другом князя, императором Фридрихом Барбароссой. Они выбрали уникальное место – заливной луг на стрелке Клязьмы и Нерли. На перекрестке двух важнейших водных дорог они насыпали холм, и чтобы храму не страшны были половодья, углубили в него фундамент на пять метров. Весной, во время разлива, церковь на рукотворном острове смотрится настоящим кораблем. Стены церкви украшены резными рельефами. Герой композиции фасадов – царь Давид. Как написано в каноне праздника, «Приеди ныне в Твою, Богородица, церковь, с собором всех святых подай нам Твою милость. Укрепи, владычица, славящие Тебя воинства наши, на противные враги, как Давида на Голиафа. Да Тебе, веселясь, воспоем, радуйся, Покров святой и заступница граду нашему». Так сложилось исторически, что Покров стал, можно сказать, днем воинской славы. На праздник Покрова Грозный покорил Казанское ханство, и в память об этом воздвиг Покровский собор на Красной площади. И князь Дмитрий Пожарский в память об освобождении Москвы в 1612 году строит храм Покрова в Медведкове. А Нарышкинская церковь в Филях, тоже посвященная Покрову, служит памятником избавления от польского нашествия. Во Влахернском храме, связанном с появлением праздника Покрова, хранились риза, пояс Пресвятой Богородицы и чудотворная Влахернская икона, ныне находящаяся в Успенском соборе Московского Кремля. Там же, во Влахернском храме, хранился и мафорий Пресвятой Богородицы. Не тот, который видел Андрей Юродивый, но реальный мафорий, который носила Пресвятая Дева во время своей жизни. Эти святыни многократно спасали Константинополь от нашествия варваров. Их опускали в воды Босфора, их обносили крестным ходом вокруг города. В 860 году святой патриарх Фотий говорит в проповеди на нашествие росов. «Как только облачение Девы обошло стены, варвары, отказавшись от осады, снялись с лагеря, и мы были искуплены от предстоящего плена и удостоились нежданного спасения». Возможно, этому событию обязана своим рождением Русская Церковь. Дело в том, что по византийским источникам, возглавлявший поход киевский князь, вероятнее всего Аскольд, вскоре после своего чудесного отступления отправил посольство в Царьград, чтобы сообщить о своем желании креститься и пригласить епископа. К сожалению, Влахернская Церковь в первоначальном своем виде не сохранилась. Можно лишь догадываться, как выглядел этот знаменитый храм, глядя на уцелевший монастырь Хора в Стамбуле, построенный в XI веке. Неизвестная судьба Мафурия. А вот пояс и риза дошли до наших дней. Частица ризы Пресвятой Богородицы хранится в Храме Христа Спасителя. В XIV столетии она была привезена на Русь из Константинополя. После изъятия церковных ценностей реликвия попала в музей Московского Кремля, откуда и была возвращена церкви в 2008 году. В праздник положения честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне 15 июля по новому календарю ризе можно поклониться во Влахернской церкви Зугдиде, куда ее торжественно переносят в этот день из музея дворца менгрельских князей Додиани. Через сто лет после падения Константинополя ризу Богородицы обнаружили в Грузии католики-миссионеры. По их сведениям, реликвию спас и укрыл в старинном монастыре Хоби византийский епископ. В XVII столетии о Ризе пишут и русские послы. После революции святыня оставалась в закрытом Хоббском храме до тех пор, пока в 1936 году ей не заинтересовался фонд музея. В наши дни его научные сотрудники следят за сохранностью священной ткани, но и у верующих есть возможность приложиться к ней в праздник Ризы. А на покров Богородицы, в Грузии этот день официальный выходной, вся страна едет в древнюю столицу, Мцхету, в кафедральный собор Светицхавели, отмечать храмовый праздник, который называется Светицхавлоба. Летопись жития Грузии и предания местной церкви рассказывают о том, как святую равноапостольную Нину благословила просвещать грузин сама Богородица. Ей, хрупкой девушке, она явилась во сне и вручила крест из лозы. С этим оружием юная благовестница и отправилась в Иверию завоевывать сердца. Чужеземке, беженке, пришлось немало пережить, прежде чем обратился ко Христу царь. Но, наконец, настал день, когда царь Мириан Третий под руководством Нины построил на том месте, где теперь высится Светицхавели, первый христианский храм в Грузии. Известная икона славы грузинской церкви, символически отображающая это событие, точно передает духовное содержание праздника Покрова. В день Покрова Богородицы за богослужением звучат слова, которые раскрывают смысл этого праздника. Дева сегодня предстоит в церкви, и с ликами святых невидимо молятся за нас Богу. Ангелы с архиереями поклоняются, апостолы с пророками ликуют, ибо за нас Богородица молит предвечного Бога. Праздник Покрова напоминает нам о том, что за реальностью этого видимого мира есть еще иная реальность, которую Господь открывает своим избранникам. Сам Господь в Нагорной проповеди сказал, «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Одним из таких чистых сердцем и был Андрей Юродивый, которому открылось то, что оказалось сокрыто от других людей. Открылось для того, чтобы он смог это поведать людям. Приходя в Храм Божий на богослужение, мы должны помнить, что богослужение совершается не только теми людьми, которые в нем участвуют, священниками, архиереями, мирянами, но что в богослужении участвует и весь невидимый мир, включая усопших, святых, Матерь Божию и ангелов. В иконостасе православного храма, а также в настенной росписи, лики святых располагаются рядами. В храме отовсюду взирают на молящихся лики святых. И тем самым церковь напоминает о том, что нет преграды между теми святыми, которые уже в Царстве Небесном, и грешниками, которые движутся по пути к святости. Те же, кто молится за богослужением, представляют собой как бы нижний ряд этого сообщества святых. Они еще не в церкви торжествующей, но уже в церкви странствующей. Еще не достигли святости, но стремятся к ней. А богослужение, которое совершается в храме, есть лишь часть вечной мистерии, того богослужения, которое происходит в Царстве Небесном. Явившись юродивому Андрею, Богородица снова напомнила христианам о том, что именно в церкви человек может ощутить свою сопричастность к Царству Божию. Сердцевиной православного богослужения является причащение святых христовых тайн, совершаемые на Евхаристии. Тело и кровь Христовой — это то, что соединяет нас с Богом. Это сам Бог, соединяющийся с нами не только духовно, но и телесно. Но причащение соединяет нас и с горним миром, с миром ангелов и святых. Будучи отражением Небесной Евхаристии, земная Евхаристия, как и другие богослужения, отличается торжественностью и величием. Православное богослужение — это икона Небесного Царства, поэтому священнослужители в храме носят необычные одежды, но особые разноцветные облачения. Не просто произносят молитвы, но совершают различные священные действия, принося Богу словесную жертву любви и благоговения. На утренней покрова и других богородичных праздников читается отрывок из книги притчей Соломоновых. «Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его, заколола жертву, растворила в чаше своей вино и приготовила свою трапезу. Послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских, «Кто неразумен, обратитесь сюда!» И требующим ума сказала, «Придите, ешьте хлеб мой и пейте вино, растворенное вам. Оставьте безумие, и живы будете». «Премудрость Божия — это сам Христос, а хлеб и вино — это тело и кровь Христа». Но не случайно этот текст читается на богородичные праздники. Канон, исполняемый наутренне, посвящен осмыслению прообразов Богородицы из Ветхого Завета. Матерь Божию автор канона сравнивает с Ковчегом Завета и сосудом с Манной. «Моисей назвал тебя Скинией и Жезлом Аароновым, ибо из тебя процвело древо жизни Христос». Поэт видит в Пречистой Деве «Одушевленный храм». При этом в том месте послания к евреям, которое звучит на литургии Покрова, апостол Павел обращает внимание на то, что до воскресения Христа в Скинию могли входить священники, а в святая святых и то однажды в год один только первосвященник. Иными словами, Богородице мы обязаны введением во храм всего верующего народа. Она приоткрыла для нас дверь в Царствие Небесное. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы мы молимся Матери Божией как нашей заступнице, покровительнице и молитвеннице за весь человеческий род. Она является Матерью Церкви и Матерью всех христиан. Но и Церковь Христова для всех нас является Духовной Матерью. Об этом говорится в творениях святых отцов и в гимнах преподобного Романа Сладкопевца, память которого приходится на День Покрова Пресвятой Богородицы. Домовый храм Московской Духовной Академии посвящен Покрову. Его значение для всей современной русской православной церкви трудно переоценить. Чтобы стать хорошим священником, надо не просто освоить теоретические знания, но нужно научиться во всем следовать воле Бога. А эту науку постигают не в аудиториях, а в храме. Во время продолжительных молебнов, всеночных бдений и праздничных богослужений здесь укрепляется дух и вера будущих православных пастырей. Под Покровом Богородицы студентов рукополагают в дьяконы и в священники. С этого амвона они произносят свои первые проповеди. Престольный праздник торжествует для преподавателей и для воспитанников. Именно в День Покрова в 1814 году Московская Духовная Академия была переведена в Сергеев Посад и начала свою деятельность в стенах лавы. В 1919 году после пятой недели Великого Поста занятия закончились. Экзамены отменили. В академическом храме сердца Академии был устроен кинотеатр. Когда уже в послевоенные годы Покровская церковь была возвращена, восстанавливали ее буквально всем миром. Настоятели московских храмов передавали сюда церковную утварь, облачения, богослужебные книги. Духовным училищем был некогда и Московский Покровский монастырь. Он был миссионерским институтом для братьев, желавших отправиться в просветительские миссии в Якутию, Преамурье, на Камчатку, в Север Америке. Монастырь был основан как мужской в 1635 году царем Михаилом Федоровичем в память отца, патриарха Филарета, скончавшегося в праздник Покрова. Ранее на месте обители находилось кладбище бездомных и странников, поэтому в первые века своего существования монастырь назывался также Божидомским. В советские годы монастырь был у церкви отобран, а в 1994 году вновь возвращен церкви. Но возродили его в качестве женской общины. При обители был открыт приют для девочек. В 1998 году сюда были перенесены честные останки Матроны Московской. С тех пор во дворе обители всегда нескончаемая очередь. Люди идут к Матронушке за помощью и поддержкой. С каждым годом очередь становится все больше. Блаженная Матрона Московская была от рождения слепой. При этом еще в детстве лишилась возможности ходить. Несмотря на физическую немощь, она целиком посвятила себя служению людям, обладала духовным зрением и с юности до последних дней принимала и исцеляла страдающих и больных. Порой к ней приходило по 40 человек в день. В Москве святая Матрона прожила около трех десятилетий и все это время она была вынуждена переезжать с места на место. Она жила на разных квартирах без прописки, тем самым спасая от преследования людей, приютивших ее. Не раз Матрону хотели арестовать, но она всегда успевала собраться и уехать раньше, чем появлялись правоохранительные органы. В самые страшные годы гонений она говорила, если народ теряет веру в Бога, то его постигают бедствия, а если не кается, то гибнет и исчезает с лица земли. Незадолго до своей кончины Блаженная Матрона сказала, что на ее могилу можно будет приходить с просьбами и беседовать с ней как с живой. Тропа к ее могиле не зарастала даже в советские времена. А сейчас ее мощи стали одной из главных святынь города Москвы. Матерь Божия всегда простирает свой покров над гонимыми, обездоленными, обижаемыми. Покровский женский монастырь Суздаля был основан в середине 14-го столетия. Наивысшего подъема он достиг благодаря своей благодетельнице Софии Суздальской в миру Соломонии Юрьевне Собуровой. После того, как ее отобрали на смотре из 500 девиц, она стала женой царя Василия Третьего. После 20 лет брака с ним Соломония так и не родила. Боясь остаться без наследника, князь решился развестись с женой и насильно постричь ее. Поначалу царице было очень тяжело, но она сумела принять свое личное горе как волю Божию, доверилась промыслу Божию и стала подлинной христианской подвижницей. На гробнице Софии случались чудесные исцеления. А во время польского нашествия она спасла Суздаль, явившись в грозном виде предводителю военного отряда поляков Лисовскому. От страха у него парализовало руку, и он дал клятву оставить в покое город и монастырь. Похожая судьба была и у основательницы Киевской Покровской обители. Великой княгиня Александра Петровна Романовой, принцессы Альденбургской, выночестве Анастасии. Ее супруг открыто жил с балериной, которая родила ему детей, а княгиню изгнал из дома, публично обвинив ее в неверности. Александра Петровна еще до этого разрыва создала в Петербурге Покровскую общину сестер милосердия, больницу, амбулаторию. Ее заботами был составлен капитал, на доходы от которого содержались 23 приюта на 5000 сирот. После скандала она перевралась в Киев и приступила к осуществлению своей мысли о создании монашеской общины с лечебным учреждением для бедных, в котором роль младшего медицинского персонала выполняли бы монахиню. Все средства Великой Княгини ушли на то, чтобы реализовать задуманное. В течение примерно 20 лет были построены церкви, церковно-приходская школа с общежитием, корпуса для сестер, золотошвейные и иконописные мастерские, гостиница, бесплатная больница, приют для слепых и немощных, амбулатория, аптека с бесплатным отпуском лекарств. Первый рентгеновский аппарат в Киеве и в России появился именно в этой монастырской больнице. За первое десятилетие работы больницей воспользовалось 5000 больных. Было бесплатно выдано более пяти миллионов лекарств. Сделано более двух тысяч операций. К концу девятнадцатого века врачи обители принимали до пятисот человек в день. В праздник покрова Богородицы верующие обращаются к Божьей Матери со словами «Радуйся радости наша, покрый нас от всякого зла честным Твоим амафором». Вера в то, что Богородица способна защитить людей, в том числе воинов на поле брани, всегда хранилась в сердце русского народа. Сергей Есенин писал в начале Первой мировой войны. «Бьется пламя в бездну зрения, в сердце радость детских снов. Я поверил от рождения в Богородицын Покров». В том же 1914 году Анна Ахматова пишет «Сроки страшные близятся, скоро станет тесно от свежих могил. Ждите глада и труса и мора и затмения небесных светил. Только наши земли не разделят на потеху себе супостат. Богородица белая растелет над скорбями великими плав». Будем и мы просить Пресвятую Богородицу, чтобы она покрывала нас от всякого зла. Будем просить Господа, чтобы Он открывал наши духовные очи, чтобы мы за реальностью этого физического мира видели реальность мира горнего, к которому все мы призваны. Того самого мира, о котором Господь сказал, что в Царстве Небесном обителей много, ибо в Царстве Небесном обитель уготована для каждого из нас, и никому не будет там тесно, только бы нам самим не было тесно в Боге. Дай Бог каждому из нас идти по пути ко спасению, по тому пути, на котором нашей путеводительницей является сама Пресвятая Богородица. КОНЕЦ